Всем привет! Я Алексей, канал А1Потолок, и сейчас мы запилим коротенький видосик о ПВХ-полотне глянцевой фактуры. Основу глянцевых потолков составляет специальная ПВХ-пленка, обладающая 90% отражающим эффектом, за счет чего покрытие отражает свет и обстановку комнаты. Возникает такой зеркальный эффект, благодаря которому помещение кажется более высоким. Глянец имеет самую большую палитру цветов и, как следствие, часто используется в дизайнерских решениях, допустим, сочетается с двухуровневыми потолками и прочих смелых задумках. Итак, первым плюсом у нас будет водонепроницаемость. С таким потолком вы защищены от затопа. ПВХ-потолок выдержит до 120 литров воды на 1 квадратный метр. Второе – это простота ухода. Потолок без особых усилий можно протереть тряпкой и удалить загрязнение. Ну, третье – это, конечно же, цена. Натяжные потолки, особенно ПВХ, давно уже не роскошь. И более того, это дешевле, быстрее и тем более долговечнее, чем гипсокартон или штукатурка. Скорость монтажа. В среднем на монтаж комнаты уходит около 3 часов. Срок службы. Он составляет более 30, а то и 40 лет. Разнообразие цветов, оттенков и фактур дает огромный выбор. Ремонт на пригодность. А именно, в случае пореза, если он сантиметров 10-20 со стены, его можно закроить и утянуть. Даже в случае серьезного повреждения полотно можно просто заменить, не меняя каркаса. Но и без минусов здесь не обошлось. Первое – потолок можно легко повредить при задевании острым предметом. Второе – максимальная ширина ПВХ потолка 5 метров. То есть, при натяжке его можно растянуть на 5-40, ну, максимум 5-60 метров. Если помещение шире, то без шва вы уже не обойдетесь. И третье – такие потолки боятся низких температур. Потолок прослужит дольше при температурах от минус 5 до плюс 50. А это значит, что установить их на неотапливаемом балконе или даче нельзя. Итак, поделюсь своими наблюдениями. Чаще всего заказчики устанавливают глянец в санузлы, гардероб, коридоры, ну и, пожалуй, кухню. Наверное, это связано с тем, что такие помещения не обладают внушительными площадями. И заказчики пытаются всеми способами, хотя бы визуальных, но увеличить. На этом все. Всем спасибо. Надеюсь, видео было для вас полезным. Пока!